В ближайшее время судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям граждан России. Об этом сообщил Владимир Грузев, председатель правления Ассоциации юристов. Сделано это будет, на первый взгляд, с благими целями, якобы для контроля за взысканием долгов с граждан коллекторскими агентствами. А с вами на связи я, Станислав Мурулев, юрист по банкротству физических лиц. Обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте ваш королевский лайк. Это будет лучшей благодарностью за мой труд. Согласно разъяснению Груздева, предоставление доступа к кредитным историям позволит судебным приставам контролировать деятельность коллекторских агентств. Они смогут проверять соблюдение установленных ограничений и реагировать на нарушения. ФССП сможет обратиться в Бюро кредитных историй для получения отчетов. И уже на основании этих данных можно будет оперативно проверять взаимодействие по взысканию долгов между банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами и гражданами-должниками. Однако сам Груздев при этом заявляет, что это расширение полномочий приставов вызывает определенные опасения и вопросы в отношении конфиденциальности и защиты персональных данных граждан. В связи с этим важно разработать соответствующие механизмы и гарантии для предотвращения злоупотребления и недопущения несанкционированного доступа приставов и связанных с ними лиц к личным данным гражданам. Необходимо обеспечить строгий контроль за использованием полученной информации и ее использование только в рамках осуществления служебных функций судебных приставов. Дело в том, что... Ты втираешь мне какую-то дичь. К сожалению, сегодня многие приставы с трудом разбираются в нормах действующего законодательства. Каждый месяц в СМИ появляются новости о том, что пристав того или иного региона страны что-то сделал незаконно, необоснованно взыскал деньги или и вовсе совершил влажностное уголовное преступление, связанное с хищением, присвоением, кражей или растратой чужого имущества. А что думаете вы? Как считаете, поможет ли такое нововведение гражданам? Пишите ваше мнение в комментариях под этим видео. Ну и, конечно же, вступайте в мое сообщество ВКонтакте, чтобы быть в курсе самых последних новостей по долгам и кредитам.